Так, ну, сегодня в продолжении лекции будет семинар по той же тематике, по линейным методам классификации регрессии и методам статистического градиента. Но начну с библиотек, которые все мы будем использовать. Сегодня добавится как минимум одна библиотека — это Torch. Мы его сегодня будем использовать не совсем в классическом виде, потому что обычно PyTorch используется для нейросетей и так далее. Но я просто на основе Torch хочу показать, как можно считать градиент произвольной функции, которая аналитически задается какими-то матричными умножениями, или там синус, косинус и так далее. Ну, для удобства, по счету. И как раз на основе вот этого Torch будем использовать градиент, токсический градиентный спуск. TQD библиотека чисто для отрисовки, чтобы можно было видеть процесс обучения и так далее. Escalern с прошлой лекции остался, только теперь у нас будет логистическая линейная регрессия, еще оттуда возьмем. Причем линейную регрессию в одном случае возьмем, в другом случае аналитическое решение выведем. И на прошлом семинаре я как раз обещал, что на этом семинаре мы рассмотрим кросс-валидацию и лиф-он-аут, потому что для подбора гиперпараметров, точнее параметра регуляризации, как раз очень часто используют лиф-он-аут или кросс-валидацию. Ну, об этом Тим Славич на лекции сказал. И посмотрим, как это применяется. Ну, начнем сегодняшний семинар с разбора домашней задачи, которая была достаточно простой, но я оговорился был в одном месте на прошлом семинаре, это я сейчас скажу, мне на почте написали об этом, и разберу за одну эту задачу. Ну, здесь у нас ничего не поменялось, мы просто генерим три выборки, скажем так, три гауссианки, и здесь все то же самое, что было на прошлом семинаре, мы генерим три гауссианки, для каждой гауссианы делаем свой вектор ответов, но потом мы добавляем единичный столбец в конце, чтобы вот это плюс константа B, или сегодня Константин Славич нам на лекции говорил, что это минус V0, и он указывал, что иногда его как в признаки вписывают, иногда как отдельный член, но для удобства будем вписывать это как один из признаков. Также строим все модели, и да, я после того, как дал домашнее задание, я понял, что я на прошлом семинаре не сказал, что черный ящик Logistic Regression, он автоматически выставляет этот коэффициент единичный, то есть он его обучает. И опять же, как я сказал Константин Славич на лекции, у нас получилось два линейных зависимых признаков, то есть два единицы в признаках. И в этом случае вообще алгоритм работал плохо, когда мы единицу добавляли. Поэтому нужно указать, что fitInterceptFalse, после чего он не будет обучать свой константный элемент плюс единица, и мы получим адекватный результат. Вот здесь мы можем посмотреть на результат выполнения. Здесь у нас отрисовано, левый график отвечает без свободного члена, правый график отвечает модели с свободным членом. Как рисовать эти прямые? Я спрятал функцию getLine, кому будет интересно, они могут и посмотреть ее. Она есть, просто презентацию я ее, грубо говоря, не вставлял. Там ничего неинтересного, там просто по двум точкам фиксируем. Берем две точки, он возвращает прямую. Но что мы видим? Когда мы добавляем константу, у нас красная и синяя почти не сдвигаются, потому что они у нас и так хорошие были. А вот зеленая прямая стала лучше отделять зеленые точки от синего и красного. То есть физический смысл... Вот как раз здесь я оговорился на прошлой лекции, сказал, что иногда, может быть, не совсем сдвиг, но, да, там на самом деле просто получается уравнение прямой, W транспланированное X больше равно какой-то вот... Вточнее, V1 на X1 плюс V2 на X2 больше равно V3. Это уравнение прямой, и как раз получаем разделяющую плоскость. Это в нейросетях будут, да. Они оцениваются, но в дополнительные баллы. То есть за курс можно будет набрать 12 баллов суммарно. На самом деле, если не сделать домашнего... То есть если не делать еще недельные домашние задания, то можно все равно получить от All-10. Потому что будут две основные задачи на 5 баллов, которые будут в октябре и в ноябре. То есть эти домашние не обязательно, чисто для понимания. Вот. Ответил на вопрос, надеюсь. Ну, хорошо, это что касалось домашнего задания. Тут, увы, мне очень сложная, простая задачка была добавить вот этого свободного члена и отрисовать эти плоскости, как они меняются. Перейдем к сегодняшней теме. Сегодня Ксивий Вячеславович на лекции говорил про финансационные задачи, по сути, как находить решение про статистический градиентный спуск и тому подобное. Ну, давайте сначала мы вернемся просто по установке задачи оптимизации. У нас нужно решить некоторую оптимизационную задачу. W с крышечкой равно арк-меню от некоторых функционалов потерь. Есть два способа к решению. Точнее, один способ мы смогли аналитически найти в этот век, W с крышкой. Для задачи линейной регрессии я покажу, как это делается. А второй способ, ну, здесь написал статистический градиентный спуск. Не обязательно статистический градиентный спуск. Там есть другие оптимизаторы, но имеется в виду, что это какими-то численными методами. В том числе градиентными методами, в том числе статистическим градиентным спуском. Первый пример, где мы можем аналитически решить, это задача линейной регрессии. Во-первых, какая у нас, что такое линейная модель регрессии? Это мы ищем решение в параметрическом семействе функций, которое задается f, r, g. Здесь нам нужно найти оптимальный параметр w. Он задается вот в таком вот виде. Ну и вот оптимизационную задачу будем решать как минимизация среднепатриотического отклонения. Но в таком вот виде записывать на самом деле не очень удобно для решения оптимизационной задачи. Давайте мы перепишем это в матричном виде. Все понимают, как вот этот матричный вид получается. Почему первое равно второму? Ну хорошо, это самый важный вопрос на самом деле. Кто работал с матрицами много, то и понимает сразу это. Кто не так много работал, а последний раз на первом курсе на линейной алгебре сталкиваться с этим, это может небольшие проблемы возникнуть в этом. Ну вот этот 1 на L я просто убрал, но эта константа нам пока не особо интересна. Ну опять же, раскрываем татаскоп и получаем вот такой вот вид матричный среднепатриотического отклонения. И тогда как его минимизировать? Ну, у нас задача вот эта выпуклая, хорошая. Давайте просто воспользуемым условием первого порядка. Найдем производную по параметру W, приравняем ее к нулю, выразим W, получим ответ. То есть здесь на самом деле ничего сложного нет. Мы получили красивое аналитическое решение. Но аналитическое решение, скажу, очень редко можно найти. И в большинстве случаев все-таки прибегает к градиентным методам. Например, на следующей лекции у нас будут нейронные сети, насколько я помню. И там аналитическое решение явно никак не получится найти. И там будет 100 градиентов используется для оптимизации, для нахождения оптимального параметра нейросети. Давайте посмотрим какой-то пример простой. Опять же, вот у нас есть некоторые данные. Мы взяли просто прямую. И пример Касим Вячеславович на первой лекции был синус х плюс х. Ну, тут я какие-то коэффициенты 4 поставил, какой-то уровень шума добавил. Ну, и тут х плюс 4 синус х плюс небольшой шум. Давайте попробуем его восстановить. Ну, и пусть мы очень хорошо знаем, какие признаки нам нужны по объекту х, чтобы восстановить. То есть, как кто-то нам сказал, мы добавляем константный признак, то есть единичный. Добавляем х, добавляем синус х. Нам нужно восстановить коэффициент 4, 3, 1. Ну, точнее, 1. Ну, какой-то коэффициент, точнее, какой здесь получится из-за шума. 1 и 4. Ну, последовательности, правильно я просто сказал. Как решается? То есть, в библиотеке NumPy все вот эти обращения, матрицы, транспонирование, масочное умножение, все хорошо реализовано. И на самом деле мы можем записывать в питоне это все как в математике мы записываем, так мы записываем в питоне. То есть, обратить х транспонированное х умножить на х транспонированный умножить на вектор у. Ну, то есть, если сравнить. Вот. То есть, как я здесь записал, так же я и здесь записал в питоне. Это достаточно удобно. Вот. Ну, и какой мы получим ответ? Сейчас. Какой мы получаем ответ? Давайте на графике нарисуем точки, по которым мы обучались. То есть, синие точки – это точки, по которым мы обучались. Зеленые точки, зеленая прямая – это то, что мы аппроксимировали по синим точкам. И оранжевая прямая, ну, не прямая, а кривая – это действительная кривая, по которой мы генерили точки с каким-то шумом. Ну, видно, что она там не идеальна. Если бы мы увеличили количество точек, по которым мы строили, то все было бы куда… Мы достигли бы больше точности. Но оценка объема выборки, которой нужно, чтобы восстановить модель – это отдельная задача, про нее мы сегодня не будем говорить. Вот. Ну, то есть, для линейной регрессии все хорошо. У нас есть аналитическое решение. Никакого 100-градиента нам пока не нужно даже. И все хорошо решается. Все сложнее с классификацией. В этом случае аналитического решения такого нет. Ну, во-первых, мы воспользуемся… Ну, на прошлом семинаре мы записали, что дубль-воскрышка – это аргминимум от вот такой вот функции. И я сказал, что пока мы не будем говорить о том, как решать эту инстинкционную задачу. Но сегодня Ксим Шлаевич на лекции упомянул, что в этом случае решают… Решают не совсем эту задачу, а рассматривают верхнюю оценку ошибки. То есть, в нашем случае возьмем верхнюю оценку логарифмическую. Как раз вот эта вот функция. Логарифм двоичный. 1 плюс Е в степени минус отступ. Ну, то есть, вот это Y киты, W транспонированные, X киты – это отступ, который в Ксим Шлаевич на лекции – это M обозначается. Вот. Все помнят, как она выглядит. Давайте просто ее нарисуем. Почему это верхняя оценка? Здесь, на самом деле, дублируется график, который в Ксим Шлаевич на лекции, там, где были многие кривые. Я оставил только две. Если мы убеждаем, что это верхняя оценка, ну, это не совсем доказательство, то, что я там нарисовал, но наглядность есть небольшая. Почему именно двоичный логарифм, чтобы в этой точке был… чтобы при X равно нулю, то есть, марджин равно нулю, чтобы они совпадали просто. То есть, вот здесь у нас ступенчатая функция, а здесь которую мы будем аппоксимировать. Для чего мы это делаем? Потому что ступенчатая, она не гладкая, и градиентные методы на ней работать особо не будут. Поэтому нужно ее сгладить как-то, чтобы можно было хоть как-то решать. Ну, здесь пока, опять же, ничего неинтересного. Сейчас будет немного теории. То есть, сейчас мы свели задачу вот такой вот минимизации к вот такой вот минимизации. То есть, вот эта вот гладкая функция, хорошая, давайте ее минимизировать. Выпуклая даже, гладкая, выпуклая. То есть, у нее существует единственный минимум. Отличная функция. Давайте ее минимизировать. Правда, где-то на бесконечности, но существует. Для этого воспользуемся статистическим градиентом. На лекции Константин Вячеславович указал его основные ограничения. Но я хотел бы на семинаре немного поговорить про его сходимость еще. Потому что, как опять же говорилось на лекции, этот метод один из самых важных, наверное, сейчас для нейросетей им пользуются. Правда, с 15-го года, насколько я помню, или 16-й год, это появится градиентный метод Adam, и обычно все Adam им пользуются. Но статьи по градиентному методу, по градиентному спуску, статистическому градиентному спуску и его анализу выходят до сих пор. То есть, последние статьи, там, 20-й год с ACML. И они все исследуют сходимость этого метода в разных предположениях на функцию L. Но сегодня в семинаре мы разберем самый классический, то есть статистический градиентный спуск появился еще в 51-м и 54-м году, чтобы я не наврал. И с того момента... И там было... Вот как раз в статье 51-54-го года была исследована сходимость этого метода. И я как раз разберу... Рассмотрим эту теорему, грубо говоря. Но вообще, что это такое? Это статистический градиентный спуск. Давайте напомним просто опять кратко. Сегодня на лекции уже напоминалось, но я опять же 2 секунды напоминаю, потому что сейчас там дальше небольшая теорема, и надо это все вспомнить. Простой градиентный спуск. Что мы делаем? Мы считаем градиент... Мы хотим минимизировать некоторую функцию, мы считаем ее градиент, и по параметру W... Вот здесь по параметру W имеется в виду. И начинаем вектор параметров сдвигать в сторону, в противоположную направлению градиент, потому что градиент указывает в сторону роста функции. Ну, а нам надо минимум функции, уменьшение функций. Какие у него есть минусы? У нас очень... Например, если у нас очень много объектов... У нас на семинаре будут игручные примеры, но в жизни обычно там миллионы, сотни миллионов объектов у нас есть. Считать по всему на каждой итерации это очень долго. И нужно как-то ускорять. Давайте рассмотрим следующее. Давайте будем не по всем объектам только по одному считать. Ну, это в классическом статистическом рейтинге на спуске один объект выбирается. Будем считать по одному объекту. Вот я его обозначил ик. То есть на катой итерации мы выбираем ик, ик, и объект. И считаем градиент только в одного слагаемого, ик этого слагаемого. Тогда что можно заметить? Небольшой анализ. Давайте посчитаем от ожидания. Вот мы случайно подбрасываем монетку, выбираем какой-то объект ик. Пусть мы выбираем его равномерно. Вот, мы выбираем равномерно. Давайте посчитаем от ожидания этого градиента. Какое оно будет? На самом деле оно точности будет равняться. Ой, только, простите, вот здесь я потерял набло. Все виды я показываю, набло надо. Сейчас я, наверное, могу. Сейчас, 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 сейчас. Как я могу? К сожалению, не могу я сейчас порисовать. Хотел нарисовать. Вот здесь вот я потерял набло. То есть здесь не q, а набло, то есть градиент q по параметру w. И, на самом деле, это в точности равно градиенту l. То есть в среднем, ну, как говорит Костя Шлавович, в среднем будем двигаться в сторону истинного, туда, куда и градиент по всей функции идет. Но это только в том случае, если мы равномерно выбираем объекты из выборки, которая нам доступна. В жизни, конечно же, это никто не делает, но мы сейчас в таких идеальных математических предположениях, когда мы равномерно из всех объектов, с повторением совсем выбираем, объекты. Функция у нас выпуклая, хорошая, гладкая. Ну, для негладкой градиентный способ не используют вообще, но пусть у нас такая выпуклая, хорошая функция. То есть в этом случае у нас в среднем градиент движется по одному объекту, в среднем градиент будет двигаться как и по всей функции. Это понятно, я надеюсь, я выразился, что я здесь хотел бы нанести. То есть вот это вот следует с вот этой вот формулой. Ну, опять же, небольшой опечаткой. Что среднее значение градиента по одному объекту, если объект выбирается с равномерного распределения, они равны градиенту функции. Всей, то есть всей суммы. Это важное замечание. Ну, давайте дальше анализировать. Ну, давайте мы немножко отойдем от той задачи и перейдем к общей задаче. На самом деле нам не важно, что у нас там есть x, y, t, и какие-то, y, t, и у нас есть просто какие-то слагаемые, и, t слагаемые, вот q, v, i, это значит какой-то и, t слагаемый. Вот под i я буду нажимать и x, i, y, и все. И все, что там еще мне нужно для вычисления q. Ну, то есть и, t слагаем. И мне нужно его минимизировать по w. Также я сразу оговариваю, что у меня l должна быть выпуклой по параметру w. И тогда для удобства я веду следующее обозначение. За jk я обозначу градиент q, который я взял на катом шаге. То есть, вот сейчас, понятно, что такое jk? То есть, вот это, я взял какой-то один объект, по нему посчитал градиент. Я jk взял равномерно из всех. То есть, можно представить себе так, я посчитал градиенты для всех i, то есть, вот здесь я посчитал градиент для всех i от 1 до l. Взял для всех градиент, но я не считаю градиент l, а беру только один из градиентов и поставляю его сюда. И как я говорил на прошлом слайде, мотожидание вот этого вот градиента обозначим как jk без крышечки уже, и он будет равен градиенту всей функции, всей суммы. Так, сейчас понятно, что я... Сейчас дальше идет доказательство, пока все поняли ли обозначение. Или нужно что-то пояснить. Ну, чане, знак согласия. А, все, всем понятно, хорошо. Ну, для того, чтобы оценить сходимость, ну, мы хотим дальше посмотреть, насколько статистический градиент хорошо сходится. Для того, чтобы оценить сходимость, давайте сначала рассмотрим невязку, норму невязки, то есть x' обозначим истинное. Только... Я тут немножко не исправил. В дальнейшем x и v – это одно и то же, хорошо? Я не исправил слайды немножко. Вот. И писал через x. То есть вот здесь v и x – это синонимы сейчас в дальнейшем, там, на следующих три слайдах. Давайте рассмотрим норму невязки. vk плюс 1 минус v созрездочность. То есть v созвездочкой, в нашем случае x созвездочкой – это истинный вектор, который минимизирует l. То есть l у нас выпуклая, у нее есть какой-то x созвездочкой, которая ее минимизирует. То есть это вот argminimum. И давайте посмотрим, какая норма у x, которую мы получили на k плюс 1 шаге, с вот этим вот истинным x. Ну, для этого xk плюс 1 мы распишем через вот этой вот формуле. Получаем вот такую вот норму. По свойству нормы ее можем так расписать через скалярное произведение. Получаем вот такие вот слагаемые. Но это не все. Вектор, вот здесь видите, у нас градиент и gk. Он у нас случайный. Это плохо. Давайте посчитаем, как в среднем мы будем. То есть возьмем от ожидания, чтобы посмотреть, какой в среднем будет норм. Тогда получим следующее. У нас xk плюс 1 зависит от gk, поэтому здесь от ожидания мы не имеем права снять. То есть мы берем от ожидания именно только по катому градиенту. xk плюс 1 от него зависит, поэтому здесь от ожидания нормы остается. xk от gk этого градиента не зависит. Поэтому здесь от ожидания будет константы, грубо говоря, будет констант. То есть вот здесь от ожидания нету значка. Мы, грубо говоря, его уже взяли по константе. Вот здесь, видите, у нас крышечка была, здесь крышечка пропала, потому что вот от ожидания gk – это просто gk. Потому что xk у нас не зависит, поэтому у нас от ожидания только для вот этого слагаемого нужно брать. А так у нас здесь линейные, то есть скалярное напряжение – это линейная операция, от ожидания от линейной операции – это в силу аддитивности от ожидания. У нас вот это мы откидываем, берем от ожидания только по вот этому вот вектору. По вот этому вот вектору. А его от ожидания равно gk без крышечки. Ну и аналогично здесь от ожидания нормы градиента еще слонится. Ну, отсюда мы хотим выразить вот это вот слагаемое, просто переносим влево, все красиво выразилось, все хорошо здесь. Для чего это нам нужно? То есть сейчас мы выразили произведение градиента на невязку, грубо говоря. Для чего это нам нужно? Вспомним, что у нас функция l является выпуклой. Ну, это мы вспомнили. Тогда по определению выпуклости у нас выполнено следующее свойство. lxk минус lx звездочка меньше равно, чем... Я еще раз напомню, gk с другой стороны равно градиенту l. То есть оно не только от ожидания gk с крышкой, а еще и равно градиенту l. То есть здесь, грубо говоря, градиент l на вот этот, ну, на разницу вот этих вот двух векторов. Это просто свойство выпуклости. То есть здесь пока ничего я хитрого не делал. Ну, домножим правое и левое на α-k и воспользуемся вот этим вот рамисом сразу. Получим вот такую вот оценку. Далее опять возьмем от ожидания. Видите, у нас здесь есть l от xk. Давайте мы просуммируем по всем xk и возьмем от ожидания по всем xk. Точнее, по всем gk для k от 1 до k большого. Тогда у нас везде уже появится мат ожидания. Вот эти вот все слагаемые сократятся, потому что в каждом следующем они будут повторяться. Останется только первое. x0 останется только. И xk большое плюс 1. Получится вот такое вот слагаемое. Ну и с другой стороны, это положительное число. Давайте на него, его выкинем. И останется вот такие вот только два слагаемых. То есть мы получаем, что сумма α-k нам от ожидания функции потерь xk-lx' будет вот такая вот величина. Дальше опять вспоминаем. У нас l является выпуклой функцией. Следовательно, для него выполняется неравенство Йенсен. Вот это вот первое неравенство, которое сейчас записано. Это неравенство Йенсен. То есть мы можем внести... Видите, вот здесь у нас сумма, да? Сумма α-каты на мат ожидания l от x-каты. l выпуклая. Мы вот эту вот сумму можем внести, скажем так, посчитать в аргументе и наложить знак меньше равно. Больше. Ну, меньше равно, да, если лево записать. Но нам нужно, чтобы α-каты были нормированы, то есть суммировались единиц. Для этого мы разделим просто сумму α-каты и получим вот такое вот свойство. То есть, что мат ожидания l в средней точке, в средней взвешенной какой-то там точке, минус lx-звездочкой будет меньше равно вот этой вот величины. Ну и для удобства давайте мы вот эти все нормы обозначим. Среднюю точку обозначим тоже, как с крышечкой, вот так вот здесь написано. Пусть у нас начальное приближение хорошее, то есть меньше равно какого-то r-квадрата. Ну, то есть, ну, всегда существует какой-то r, что норма начального приближения к х-звездочке будет меньше равно r-квадрата. И то, что у нас все градиенты ограничены. Это свойство не всегда выполняется, есть нюансы, но пусть такое вот ограничение введем. Тогда получим следующую оценку. Мат ожидания l вот в этой средней точке минус lx-звездочке будет меньше равно, чем такая величина. Давайте ее проанализируем. Ну, сначала у меня вопрос. Всем понятно, как вот это получилось? Ну, тут вроде никаких таких сложных пакинаций, кроме неравенства Йенсена, нет. Ну, неравенство Йенсена достаточно простая штука. Так, всем все понятно? Если есть какие-то вопросы, лучше сразу задайте. Ну, здесь простые математические выкладки. Ну, все вот эти выкладки, все, что выше, были, чтобы получить вот это вот неравенство, которое мы сейчас проанализируем. Во-первых, в каких случаях вот эта вот средняя точка xk будет сходиться? Когда мы сверху ограничим это чем-то, например, там, если мы скажем, что это равно O большое от k, от единицы на k, то есть с ростом k большого у нас вот эта вот разность, ну, от ожидания функции ошибки в средней точке минус истинного будет там все меньше и меньше и меньше. Тогда мы можем сказать, что у нас греотный спуск сходится, к чему-то, к чему-то сходится. Давайте проанализируем, при каких альфа это вообще возможно. И сейчас формула, которая выписана и были у Ксима Славича на лекции, то есть мы вот сейчас их получили явно, грубо говоря. Смотрите, если у нас, первый случай, если у нас альфа-катая не равно бесконечности, сумма альфа-катых пока от 1 до бесконечности, то есть у нас бесконечный кредитный спуск идет, то есть неограниченное число итераций. Если у нас оно не суммируется в бесконечности, что это значит? То есть у нас сумма альфа-катых меньше бесконечности и сумма альфа-катых квадрат меньше бесконечности, что тогда получилось? То есть не то, что здесь написано, а вот сумма альфа-к, так меньше бесконечности. Тогда, если мы это сюда подставим, что мы здесь получим? Ну, грубо говоря, да, мы здесь получим константу. То есть не о какой исходимости. Да, ну, какая-то константа. Здесь, грубо говоря, суммируется у меньшей бесконечности, равная еще какой-то c1. здесь меньше-межно равное c2. Тогда здесь будет r квадрат, константа, меньше бесконечности, плюс g2, константа, меньше бесконечности, умножить на константу, деленные на константу, и это все константа. Это r квадрат плюс g квадрат, бла-бла-бла, вот это все константа. Что это значит? Это значит, что у нас методы вообще не сходятся. Хорошо, давайте второй случай рассмотрим. Пусть у нас альфа-каты константы, то есть альфа-каты равно альфа для всех шагов. Что мы тогда опять получим? Получим вот здесь, давайте просто сверху и снизу разделим на альфа, здесь получим, грубо говоря, бесконечная бесконечность, но все мы знаем математический анализ и в пределе при k в большом стремительности бесконечности, здесь получим тоже константку. То есть если у нас альфа k не переменная, а с постоянным шагом, то вот с этой формы мы получаем, что метод тоже не сходится. Но на самом деле здесь просто очень грубая оценка, еще раз говорю, это 51-54 год, есть новая статья 2020 года, где более тонкая оценка сверху, во-первых, во-вторых, небольшие дополнительные ограничения на функцию l вводятся, там липшицы, градиент должен быть, еще что-то, там более такая тонкая настройка, и там показано, что даже с константным шагом он сходится, на самом деле. Но пока мы вот так рассмотрим, без более строгих ограничений, у нас так строгое ограничение, что l выпуклое, для нейронных сетей это вообще неверно. Ну и давайте рассмотрим, когда все-таки сходится вот это, согласно вот этой оценке. Первый случай, если у нас альфа-к бесконечность, а альфа-к квадрат, ну сумма альфа-к бесконечность, а сумма альфа-к квадрат меньше бесконечности. Когда это выполняется, когда альфа-к один на к, то есть мы каждый раз на каждой итерации альфа-к выбираем как единицу, деленную на номер этой итерации. Ну понятно, что к от единицы и дальше, к 0 тогда нельзя брать. В этом случае, если мы вспомним немного, как можно аппроксимировать ряд единицы на к, можно сказать, что это интеграл какой-то там доли точности, тогда мы получим вот такой вот оценку, что он сходится как единица на логариф к, это достаточно медленно. Есть второй вариант выбора шага, давайте, то есть вот в этом случае сходится, второй вариант когда сходится, когда альфа-к бесконечность, получим r квадрат на бесконечность, это грубо говоря 0, ну опять же так, грубо говоря, а второй случай у нас g квадрат пополам на вот такую вот штуку. И если она равна нулю, в пределе, в пределе это имеется в виду, то есть когда у нас сумма, а не ряд, когда у нас ряд, точнее, да, когда у нас ряд, а не сумма, то есть бесконечность. Когда это выполняется? Когда у нас альфа-к, например, 1 на корень из к, то в этом случае, если подставить сюда и просуммировать ряд, он там приблизительно равен логариф к на корень из к, это уже быстрее, чем 1 на логариф к. Получили три варианта, таких самых простых, как можно выбрать learning rate. Этот качидж-суставич это h обозначал, во всех фреймворках это lr или learning rate пишут, я это альфа-к обозначаю, то есть тут кто как хочет, так обозначает. Но получили три варианта, константный шаг, 1 на k, 1 на корень из к. Ну, давайте вернемся к задаче бинарной классификации, которую мы хотели решить при помощи скачистского градиента. Вот у нас тут сумма, двоичный логарифм, 1 плюс e в степени минус маржин. Как будем решать? Ну, давайте сначала сгенерим такую небольшую синтетическую выборку. Ну, тут немножко, кстати, про такую двухэтапную генерацию данных. У нас мы сначала генерим истинное W, потом генерим данные, потом вот это истинное W мы хотим восстановить. Проверяться с постановкой опять же чуть дальше, сейчас мы про статистический градиент будем немножко поговорим. Как я говорил, мы будем пользоваться торчом, чтобы считать градиент. Подробнее, как торч считает градиент, будет на следующей лекции, когда про нейросети будем говорить. Там про автоматическое дифференцирование поговорим и дифференцирование вперед-назад, то есть так называемый backpropagation. Для этого нам нужно пользоваться фреймворком торч, то есть все данные в его формате будем хранить. То есть уже не np-random-random, а торч-random, то есть в его формате, в тензорном формате будем хранить все данные. Ну, мы опять же генерием объекты, l-объектов, n-признаков, два признака, чтобы визуализировать легко можно было. Генерием истинный ответ, генерием y, единица там, где x на истинный вектор ответов больше нуля, иначе мы присваиваем минус единицу, получаем классическую задачу логической регрессии с двумя классами, минус 1, 1. А теперь разберем, как это запрогать этот градиентный спуск. Сначала мы выбираем какое-то начальное приближение. Ну, я беру произвольную точку из нормального распределения. Я здесь не использовал... Косиль Ильич Славович на лекции много говорил еще про то, что можно... Каждый раз не считать q полностью, то есть ошибку полностью на всей выборке. Вот здесь я считаю полностью на всей выборке. То есть это не совсем правильно, но конкретно в этой задаче, когда у нас мало объектов, это нормально, а обычно, когда много данных, используют методы скидывающего контроля, по которым я уже говорил. И здесь оценку вписывают лосса, а не истинный лосс. Но здесь для красоты истинный лосс вписывают. Далее, как говорил, статистический градиентный спуск классический. Он как работает? Мы равномерно, вот здесь, равномерно выбираем объект из обучающей выборки. Здесь я присылаю альфа, один на корень из ка. А вот здесь я считаю ошибку. То есть вот эту вот кушку считаем. После чего мне нужно найти градиент q по вектору w. Видите, я вот здесь указал, что по w мне нужен градиент. То есть по дефолту в торче стоит здесь require grad false. То есть изначально он не будет считать мне градиент по x, например. От q по x он мне не будет считать. Или q по y он тоже мне не будет считать. А, смотрите. Torch и NumPy – это два разных фреймборка. NumPy не умеет считать градиент. Мне нужен градиент, поэтому я использую торч. NumPy – NP-лог работает с форматом данных, так называемый NP-арей. То есть у него свой формат данных. В торча свой формат данных, который называется tensor. И торч-лог принимает на вход только tensor. NP-лог на вход принимает только NP-арей. То есть просто у них разный формат данных, с которым он работает. Это понятно сейчас? Я объясню. То есть, видите, я вот здесь генеру данные при помощи torch-random, а не при помощи NP-random. То есть NP-random – это один объект в питоне, а torch-random – это второй объект в питоне. У него там свои функции, свои... В формате OOP это разные классы просто. Понимаете? У них разные методы и так далее. Вот я использую torch для того, чтобы я мог посчитать градиент Q по W. В торче это делается очень просто. При помощи обратного распространения ошибки, так называемого. Ну, точнее, при помощи автоматического дифференцирования, на самом деле. Мы делаем просто. Мы считаем функцию. То есть вот как я делал с numpy выше, да, там писал... Только я там писал np-log 2, 1, плюс np-exp, бла-бла-бла, вот это я писал. Я запишу просто через torch это все. Пишу torch, log 2. Как в математике записываем, так я и в код это пишу, просто в ту же самую формулу. После чего я просто вызываю одну команду, называемую backward. Он мне считает градиенты Q по всем параметрам, которые я сказал ему посчитать. В нашем случае я сказал ему посчитать по параметру W. И вот здесь вот v.grad, вот видите, здесь есть у нас v.grad. я вот здесь выделил. Будут находиться градиенты Q по dv. DQ по dv. И тогда как я делаю градиентный шаг? Я к W должен прибавить градиент, который умножается... Почему я альфа обозначал? Потому что торчевно альфа обозначается. Я вам... Что вот эта запись значит? Формально она эквивалентна следующей математической записи. v равно v минус альфа умножить на v град. А v град – это dQ по dv. Вот эта вот строчка понятна. То есть я вот здесь написал, как ручками при помощи торча можно организовать стокотический градиентный спуск. Ну, своими там альфами. Вот эта вот строчка... Смотрите, что... Давайте я вот эти три строчки объясню. Сначала я считаю функцию, по которой мне нужно найти градиент. Я ее посчитал. Вот Q равно логарифм от 1 плюс e в степени минус маржин. Все. Торч как-то там, на следующей лекции расскажу, как. Так, посчитал вот эту функцию Q. По дороге он запомнил кучу вещей, которые ему нужны будут, чтобы посчитать градиент dQ по всем параметрам, которые я ему сказал. Я ему сказал, считать только по W. После того, как я вызываю backward, он мне в каждый объект, которым нужно было посчитать градиент, записывает градиент dQ по вот этому параметру. То есть, если я пишу v.grad, вот здесь я получу dQ по dV. То есть прямо значение в этой точке. Вот я сюда поставил какое-то конкретное значение w, у меня в v.grad будет находиться значение... Вот плохо, что я как-то там мог рисовать в прошлый раз. Ладно. То есть вот здесь будет в v.grad записано значение dQ по dV в точке, которую я вот здесь написал, то есть в точке v. С предыдущего шага. То есть это будет dQ по dV в точке vk. С предыдущего шага. Итерации. После чего мне нужно вот, грубо говоря, вот это vk плюс 1. Чему равно? v плюс, видите, вот здесь это, то есть плюс. Я к v должен прибавить. Что я должен прибавить? v.grad умножить на α. То есть вот этот вот метод делает... Вот этому значению прибавляет градиент, который умножается на α. То есть α v.grad я добавил. То есть у меня α – это минус α. То есть я к v, от v вычитаю v.grad умноженное на вот этот вот α. Наверное, сейчас, чтобы было проще. Презентация хорошо, но, наверное, Юпитер ноутбук. Я, проще, сейчас быстренько запущу вот этот элемент, просто вам покажу, что здесь получается. Это достаточно важная вещь. Мы и будем пользоваться на следующей лекции с торчом. Так. Вот смотрите. Давайте я беру пролисовольную функцию. q равно... Небольшой примерчик. Вот я код при вас пишу. Просто генеру какой-то... А, у x у меня есть, у y есть. Нет, давайте я новое. x равно, все-таки, торч рэндом 10 на 2. v равно v true. Опять же, так же генеру v true равно торч рэндом 2. Ну, я буду задачу линейной регрессии, чтобы она просто проще все сделать. x add. У меня есть объект. Я хочу минимизировать некоторую функцию. Давайте, какую функцию хочу минимизировать? Я хочу минимизировать... Вот я генеру сейчас какой-то вектор рандомный. Torch. Рэндом 2. В чате написали правильно? Да. Объект торча, который имеет requires grad true, при backward считает градиент той функции, от которой вызвался backward, в точке, в которой у него сейчас значение есть. То есть сейчас я... Наверное, надо было подробнее написать на слайдах, но я учту это в следующем году. Сейчас просто я проделаю это в Юпитере. Потому что это достаточно важная вещь, на самом деле, дальше там не так все важно. Регуляризация. Ну, тоже важно, но там быстрее можно. А торч нам надо будет в дальнейшем. И градиент, как считать, удобно в питоне. Это тоже достаточно важно. То есть торч не только для нейронов можно использовать, а для того, чтобы считать градиент какой-то функции какого-то параметра. Достаточно очень удобно. У нас есть в торч рандом N, только, опять же, здесь надо requires grad. Что ж такое? Вот здесь true укажем. И давайте мы считаем какую-то ошибку. L равно xv минус y в квадрате. Вот здесь мы что-то посчитали. То есть у нас есть v. Это объект типа тензор, которому нужен градиент. Видите, что это за объект? У нас есть L. Смотрите, что это такое. Это какая-то точка. То есть это какое-то значение. Сейчас, я сумму забыл. Простите. Я посчитал просто квадрат разницы для каждого объекта. Давайте я просуммирую. Это какой-то чиселка. Потому что градиент backward можно вызывать только относительно числа. Потому что торч не умеет считать, грубо говоря, D-матрицу по матрице. Это ему сложно. Ему надо D-скаляр по D-матрице. Град, он может посчитать. А вот D-матрица по D-матрице это будет тензор четвертого порядка. И ему это сложно. Он этого не понимает. Но это и не нужно просто. Смотрите, мы посчитали L в конкретной точке W. После чего мы вызываем backward. Вот смотрите, мы сейчас V имеем. У него градиента нет вообще никакого. Ну, то есть у него нет градиента. Мы делаем L точка backward. Фреймворк умный. И в точку grad он теперь записывает значение D-L по D-V в точке V. И у нас, видите, вот здесь уже есть градиент. Вот теперь, думаю, понятно, всем должно было стать. У нас есть какая-то точка V, в которой мы хотим посчитать градиент. Мы считаем функцию, значение функции. Вызываем backward. Он какими-то там методами считает. Об этом позже поговорим. И записывает в переменную V точка grad градиент функции по вот этому параметру. Когда я говорю W, я имею в виду W, да. Ну, когда я говорю V, я имею в виду W сейчас, да. Потому что здесь V нет простого. Да, ну, W в I имею в виду. W true, это я просто истинное, которое я сгенерил. Я про него вообще забыл, для того, чтобы мне просто Y было получить. Про него можно все забыть. Самое важное вот, W, который с requires grad. Видите, он у меня участвует в функции L от W. Я посчитал значение этой функции, получил какой-то скаляр. И его уже удалил. Получил какой-то скаляр. Теперь я хочу найти значение градиента в этой точке. Для этого я называю backward, беру W.grad, и там у меня уже есть градиент. Я думаю, здесь должно было все стать понятно, поэтому я иду дальше. То есть Torch, это небольшая такая машинка, которая позволяет считать градиент произвольной функции, ну, который там в аналитическом виде можно представить каким-то там операциям, которые тоже позволяют. Но зато произвольную функцию, найти градиент произвольной функции по произвольному параметру, который участвует при ее подсчете. Причем достаточно эффективно найти. Как находит, там математический аппарат небольшой используется, об этом на следующей лекции, когда будем про нейронки говорить. Вот. Здесь я использовал α1 на корень из к, он там сошел с 99% точности, потому что у нас выборка очень простая. Опять же, это не надо строить, что там 99%, и так было понятно, что у нас выборка хорошая. Второй способ. Здесь все то же самое написано, только α. я взял не один на корень из к, а один на к. Здесь не буду повторяться. То есть, один в один код, копипаст, кроме один на к. Ну, то есть, как меняется альп. Дальше. Ну, конечно же, так никто каждый раз не пишет. в торче все вот эти методы SGD, ADAM, ну, все методы оптимизации, которые есть сейчас, придумали, численные, они все есть, на самом деле, запроганные. Вот, например, TorchOptim SGD. Давайте сейчас будем решать задачу так, как обычно ее делают люди, которые занимаются машинным обучением. Вот, опять же, мы хотим найти, ну, мы пока до нейронов не дойдем, мы все еще решаем задачу, вот W, нас линейная модель. Нужно найти минимум, ну, найти оптимальное W для какой-то функции ошибки. во-первых, нам нужно определить датасет. Ну, в нашем случае это XY, то есть, X это признаки, Y это истинные метки. Нам нужно указать генератор, то есть, вот видите, вот здесь я объекты выбирал, вот, я генерил случайно индекс и брал вот рандомный объект Y от int, X от int и так далее. Опять же, это не надо каждый раз писать, на первом основе может быть сложная выборка, какой-то там при процессе надо делать и так далее. для простого датасета у нас есть генератор, который просто будет нам сюда выдавать разные X и Y сам. Ну, то есть, не нужно писать, так, надо выбрать рандомный объект. Вот так мы выбираем. Нет, вот, мы написали, он будет сам нам выдавать. Batch Size говорит о том, что мы по одному выдаем, потому что, опять же, в машинном обучении, Костивич Лавич это тоже говорил, не по одному объекту считает ошибка, а сразу по некоторому бэтшу, то есть, там берется матожидание, грубо говоря, матожидание оценивается не по одному объекту, а сразу по некоторому подвыборке. Но мы в классический статистический градиент решаем, поэтому мы берем по одному объекту. Указываем Shuffle True, это значит перемешать все объекты. Но, важное замечание, сейчас мы немного отойдем от классического статистического градиентного спуска. В классическом градиентном спуске у нас все объекты с повторением выдаются, то есть, мы взяли индекс и следующий объект может опять же он попасться. То есть, если мы пройдем, сделаем количество итераций равное количеству объему выборки, а выборки не факт, что каждый объект мы встретим хотя бы один раз. Можем некоторые встретить два раза, некоторые ноль раз. Генератор будет случайным образом выдавать объекты без повторения. Это первое отхождение от классического статистического градиента. Дальше. Каждый раз вот это вот писать vk плюс 1 равно vk минус альфа градиент никто не хочет. Давайте просто скажем, у нас есть какой-то оптимайзер, который как-то мне обновляет w. Что он принимает в качестве параметра? Принимает learning rate и принимает сами параметры. Но важно, он должен принять список параметров. Это небольшая особенность, связанная с нейронком. Об этом опять же на следующей лекции. Нейронки на самом деле это такой списочек параметров. То есть, списочек слоев идет, поэтому он работает со списком. Поэтому я ему вот сюда и так передаю список. Список из одного элемента. Но мы договорились, что мы learning rate вот здесь обновляли. Видите, здесь альфа 1 на k делали. Ну, здесь нам тоже нужно будет обновлять. Для этого есть специальный механизм, называется lr-shadler, который как-то обновляет. Ну, здесь конкретная процедура, которая для ката-итерации возвращает в оптимизаторе меняет learning rate на указанную. То есть, вот это. Ну, то есть, у нас просто k с нуля пойдет, поэтому здесь k плюс 1 написано. И я один на корень из k решаю задачу. И теперь, как у нас выглядит сама функция обучения. То есть, вот здесь мы все определили. Первое, это вот, что мы хотим оптимизировать, какой параметр. Здесь мы выборку задали. Здесь мы выдали, как мы объекты выборки будем выдавать. Это одна эпоха по сути генератора, это одна эпоха обучения. Каким методом будем оптимизировать? Здесь можно написать не только SGD, можно ADAM, RMSPROP, Кассив Рячеславович на следующий эксперт подробнее расскажет. Но обычно сейчас вообще ADAM используют, но SGD тоже хорошо. И теперь, как обучаем? Мы к генератору говорим, так, выдай нам следующий объект. То есть, мы проходим по всем объектам, которые выдает нам генератор. То есть, видите, X, Y по генератору. Обнуляем все градиенты, которые есть, потому что при бэкварде он приписывает к тем градиентам, которые уже сейчас есть, плюсует. Поэтому у нас нули были после каждого бэкварда. Здесь мы считаем ошибку на выборке. Опять же, немножко отход от того, что Ксивисович говорил, экспоненциального сглаживания. Здесь мы просто считаем все, у нас маленькая выборка. Считаем функцию, для которой мы хотим найти градиент. Делаем бэквард-шаг, который записал нам градиенты. Делаем шаг оптимизации. То есть, если это статистик градиент, то это пишет VK плюс 1 равно VK минус альфа D куба DW в точке VK. И обновляем шаг при помощи вот этого шедлера. Расписание. То есть, по расписанию меняем learning rate. Вот, приблизительно вот так. Если вы занимаетесь нейросетями, это классический код для обучения нейросетей. Понятное дело, здесь другая функция ошибки. Там еще модель какая-то есть с параметром. Здесь не W, а целая модель нейросети. Сюда пишется не один параметр W, а все параметры нейросети. Но вот это оптимайзер степ, шедлер степ, генераторы, выбор, датасеты и так далее, это стандартная жизнь любого, кто обучает нейросети. Надеюсь, здесь все понятно сейчас, потому что этим мы будем бороться в следующем семинаре. Ну, то есть, важно, что надо знать торча. Это штука, которая позволяет считать градиент сложной функции по параметрам, которые ему скажешь. Все. Чтобы можно было эти параметры оптимизировать. Ну, дальше небольшой график, сходимость каждого метода. Ну, то есть, ну, не совсем сходимость, ну, по сути, да, сходимость. Я считаю просто функцию ошибки в зависимости от операции. Понятно, медленнее всего будет сходиться при, если мы будем менять learning rate 1 на k. Здесь две причины, не только теоретически, которые я выше рассказал, а еще и практическая. Мы, вот это вот альфа очень быстро к нулю убиваем. То есть, один на k, например, на тысячной итерации, у нас уже альфа однотысячная. И у нас wk плюс 1 не сильно отличается от wk, потому что у нас альфа уже очень маленькая стала. То есть, здесь на самом деле не только теоретический такой результат, а и механически, скажем так, потому что у нас один на k слишком быстро альфа убивает, у нас градиент уже не так сильно учитывается. Но, что важно заметить, вот мы, в принципе, один на корень sk, что руками прогали, что sgd, вроде бы мы все одинаково сделали. То есть, на самом деле, код там эквивалентный. Отличие в коде только в одном случае. То, что я делал через torch, у нас каждый объект просматривался ровно один раз, мы это гарантировали. То есть, мы немножко отклонили, одно предположение мы убили. Мы убили предположение о том, что все объекты генерятся из равномерного распределения, то есть, индекс объекта генерится из равномерного распределения. Этим мы пренебрегли и получили немножко медленнее скорость сходимости даже. То есть, мы только одно ограничение там сняли, когда мы воспользовались торчом. Но, на самом деле, все все-таки используют торчевые методы и проходят по выборке по эпохам, то есть, одна эпоха, это один раз мы встретили. В рамках одной эпохи каждый объект встречается один раз. Ну, вот это вот предположение. Генератор выдает каждый объект ровно один раз. А они тоже, он равномерно индексы выбирает, но не совсем равномерно. То есть, он без возврата. То есть, вот можно с возвратом выдавать новый объект, а можно без возврата. Вот генератор выдает без возврата. Это немножко про оптимизаторы и как мы будем нейросети обучать и так далее. В дальнейшем. Ну, не только нейросети. На самом деле, в рамках этого семестра торч будет только для нейросетей использоваться на следующей лекции. Далее вернемся к вероятности постановки задач машинного обучения. Опять же, немножко напомню, что было на лекции. Что значит вероятностная постановка? Во-первых, у нас работают некоторые вероятности предположения данных. То есть, во-первых, для линейной регрессии мы говорим, что у нас Y – это W-это распонированное X, то есть, например, какая-то точка напрямую с небольшим шумом. Шум со следующим параметром 0-бет. То есть, шум без среднего, но… То есть, мы вот здесь добавляем на самом деле шум. Из-за того, что здесь нолик, то мы на самом деле вот здесь получим, что распределение Y – это тоже нормальное распределение, только уже со средним в точке W-это распонированной X и с дисперсией B. Здесь, на самом деле, повторяю стучную лекцию. Я немножко строчком перебрал, я не буду здесь повторять. Но в рамках вероятностной постановки мы максимизируем правдоподобие выборки. Вот оно здесь записано. Правдоподобие – это вероятность Y при условии заданного W и при условии заданного X. Вот в этом случае у нас W не случайный. Мы здесь не предполагаем его случайность. Мы говорим, что W – это некоторый вектор, и X тоже некоторый вектор. И тогда мы по принципу максимум правдоподобия можем записать функцию ошибки следующим образом, что это минус логарифм правдоподобия. И будем уже минимизировать вот такую вот функцию. На самом деле она ничем не отличается от среднекутратического отклонения. В случае, если мы ввели вот такое предположение от данных, то что у нас Y – это нормальная случайная величина с такими вот параметрами. Ну, что каждая Y – это нормальная случайная величина с такими вот параметрами. Если мы предполагаем, что Y – это ненормальная случайная величина, например, там, ну, не знаю, любая другая категориальная, то есть, ну, это, правда, медленнепрерывно. Ну, сейчас какое придумать. Ну, неважно, какое-то распределение подставляем. Здесь будет другая функция про потерь, потому что другая правдоподобия. И мы уже знаем решение этой задачи. Вот она, выше выводилась. Но теперь мы добавим, рассмотрим правдоподобие модели. То есть, мы будем считать, что W тоже случайно распределен. В этом случае, видите, оно перенеслось за эту черточку. Все, что после черточки – это не случайно распределенный параметр, а все, что до черточки – это случайно распределенный параметр. И мы рассмотрим следующее совместное правдоподобие. Вот у нас правдоподобие выборки, а вот правдоподобие модели. и для простоты мы сейчас рассмотрим случай, когда у нас правдоподобие модели это тоже нормальное распределение с нулевым средним и гамма-и ну мы считаем, что все еще кружочек то есть если бы здесь было бы не гамма и какой-то диагональ от какого-то вектора, то у нас бы получилась не окружность а эллипс ну это свойство нормального распределения и теперь, когда мы рассмотрим принцип максимум правдоподобия мы получим не только первое слагаемое а еще и второе слагаемое, которое будет отвечать за регуляризацию опять же, повторяю Костиву Славичу но теперь мы получим вот такую вот функцию вот как раз это среднекватерическое отклонение плюс л2 регуляризации это когда у нас, в случае если мы говорим, что данные у нас у из нормального распределения и w из нормального распределения только в этом случае мы получаем вот такую вот функцию ошибки если у нас другие предположения данных функция ошибки будет другая первое домашних заданий будет решить аналитически получить истинное w с крышечкой для вот такой функции ошибки то есть повторить то, что было там несколько слайдов ранее в самом начале лекции когда вот этого слагаемого не было то есть в этой слагаемой вычеркиваем мы получили решение. Что будет, когда вот это слагаемое добавится? Это домашнее задание, первая задача будет. Что с логистической регрессией? Там тоже логическая регрессия, это следующее предположение данных. В этом случае предполагается, что y это бернулевская случайная величина с параметром именно для этого я задачу эту дал. Ну, там на самом деле не очень сложно. Там еще не просто дифференцирование, а еще матричное дифференцирование. Поэтому я дал эту задачу. Она не сложная, на самом деле. Если понять, как на первом слайде, на каком-то из первых слайдов это делалось, понять, что там сделается, вот это у вас есть дифференциал вот этого, а он от дифференциал вот этого. А дифференциал в это расп ReginaVPoDV это очень просто, на самом деле. Но там, на самом деле, простая задача. вот вернемся к логистической регрессии логистическая регрессия предполагаем, что y это Бернольдская случайная величина с таким вот параметром от sigma в транспонированный x, здесь sigma вот так вот додается ну и опять же пишем принцип максимум правоподобия, получаем эту формулу вот эту вот формулу получаем и теперь мы снова вводим предположение о данных, что распределение w это нормальное распределение с n3 с нулем и с такой вот дисперсии, ну вот ковариационной матрицы если быть точным, потому что это вектор не дисперсия уже, а ковариационной матрицы тогда получаем вот такую вот функцию ошибки и вот ее теперь уже нужно минимизировать ну и что теперь будем делать на самом деле здесь я должен был еще написать сейчас я вернусь в случае, когда у нас pv из нормального распределения здесь записан в случае, когда у нас pv из распределения лапласа, здесь будет не v транспонированный w, а сумма модулей, то есть l1 регуляризация так называемого я забыл вставить слайд про это кстати, но то есть здесь будет гамма пополам сумма по i от 1 до n модуль v и того вот, это l1 регуляризация называется вот сейчас она будет в анализе, но я про нее не записал надо поправить будет ну и теперь давайте посмотрим как параметры регуляризации гамма вообще влияют на результат для этого мы сгенерим опять синтетическую выборку на плоскости, чтобы удобно было это все визуализировать данных мы очень много нагенерили неважно почему это просто так генерил чтобы красивая картинка была на самом деле и будем перебрать вот такие вот гамма 1e минус 10 это ну сейчас немножко скажу смотрите вот я писал гамма как гамма умножить на регуляризацию в стандартных пакетах обычно xy виславящийся на лекции тоже вводил 1 на c грубо говоря вот а у меня гамма пополам ну то есть небольшое переобозначение вот то есть у меня гамма пополам а в стандартных пакетах это 1 на c ну я думаю тут не запутаетесь но просто это важно помнить когда вы вводите коэффициент регуляризации это не c на норма вторая вектора w а это 1 на c умножить на норму вторую вектора w или первую но опять же это не столь важно давайте рассмотрим разные гамма вот здесь именно гамма как я как в моих обозначениях что значит что 1e минус 10 это значит что у меня регуляризация грубо говоря 0 просто 0 нельзя указать потому что здесь надо делить ну так уж сделали то есть без регуляризации нельзя а если я возьму 1e минус 10 значит что регуляризация вообще 0 на самом деле то есть регуляризацию я не смотрю на регуляризацию у меня остается только слагаемое мое В этом случае я должен прийти в истинный оптимум какой-то, вот первого слагаемого. Я минимизирую только первого слагаемого. Когда я наоборот беру гамму очень большое, я буду только в нуле. Предположительно. Сейчас посмотрим, как это на самом деле делать. Посмотрим, как они себя ведут в промежутке. И я рассмотрю две регуляризации. L2, то есть, когда W транспонированное W, и L1, в случае когда у меня сумма модулей. Я здесь брал какой-то дефолтный солвер с Saga. Честно, я не помню, что он значит. SGD просто нету для логистической регуляции. А самому прогать не хотелось, на самом деле. Честно скажу. Поэтому здесь именно Saga, потому что L1 регуляризация, точнее, здесь есть SGD, нет, тут нет SGD, здесь LBGFS. Ой, сложно выговорить. Но он работает только для L2 регуляризации. Для L1 он не работает. Ну, понятно, почему, потому что L1 регуляризация на самом деле не гладкая, там, все будет плохо работать. Вот поэтому только таким солвером можно его учить. Но я не помню, как Saga работает, честно. И, опять же, я Intercept False выставил, потому что у меня дубль, ну, не нужна мне в этот единице, он только будет переобучаться в лишний раз. Вот. Но здесь, видите, я разные модели обучил для разного гамма. Давай посмотрим, как это вообще меняется. Я, опять же, думал, что я смогу здесь рисовать, но я что-то не могу рисовать. Может, я Я, честно, не читал, я просто, ну, честно, я не читал, что это за метод, просто даже название его не смотрел. Я просто зашел в логистическую регрессию, нажал Tab, посмотрел, какие есть солверы, и какие солверы поддерживают L1 регуляризацию. И выбрал его. То есть, я не смотрел. То есть, это сейчас не столь важно. Да, да, да. В принципе, так. Работает же и работает же. То есть, здесь была не основная мысль обучить логистическую регрессию. Как ее обучать, я показал ранее, при помощи SGD, например, и так далее. Вот. А здесь основной поинт, как двигается. Правда, я здесь хотел нарисовать, на самом деле, кое-что. Объяснение L1, L2 регуляризации. Но что-то я не могу здесь рисовать почему-то. Я не знаю, почему, на самом деле. Сейчас. Честно, не знаю, как себе им нарисовать у себя. У кого-то можно, могу и себе не могу. Ладно, не столь важно. Я мышку мую видно, я мышкой покажу. Смотрите, у вас есть регуляризация L2, например. Что она говорит? Она говорит, так, я хочу, чтобы W была в нуле. И когда я ставлю большое гамма, у меня любое отклонение от нуля будет иметь большой штраф. в этом случае на первые слагаемые ошибки на правдоподобие выборки мы забиваем и приходим в ноль. То есть, при увеличении гамма мы стремимся от вот этого решения, которое... Видите, красненький – это истинный вектор W. Зелененький – это то, что при нулевой регуляризации, либо... Видите, я вот здесь кручусь. Как только я начинаю увеличивать концентр регуляризации, L2 регуляризация так вот плавненько по одной прямой, не всегда по одной прямой, я сейчас объясню, почему. Начинает двигаться в сторону нуля. При 10 в десятый он становится ноль, потому что любое отклонение от нуля он дает большой штраф. Там, в самом деле, не ноль, там 10 в минуту восьмой получится параметр, 10 в минуту девятый. Почему так происходит? Почему он вот так вот по прямой? На самом деле не прямой, потому что здесь мало точек, он как-то вот так пойдет на самом деле, ну вот так вот плавненько к нулю будет приближаться. Почему так происходит? Смотрите, у второго слагаемого есть линия уровня, и у первого слагаемого есть линия уровня. Давайте рассмотрим истинную точку первого слагаемого, минимум первого слагаемого вот здесь. У него есть какие-то линии уровня? Как hijo нарисовать? Вот смотрите, у вас есть вот такая вот линия уровня. Вот здесь есть линия уровня, пошли, вот линия уровня, не знаю, можете представить себе или нет. Линия уровня — это кривая, вдоль которой функция ошибки имеет одинаковое значение. То есть в пространстве параметров это такие, это кривая, любая точка которой, любой параметр на линии уровня дает одинаковое значение функции ошибки. То есть я вот так вот рисую, это значит, что для любого W из этого из этого эллипса функция ошибки будет иметь одинаковое значение. Это вот линия уровня. Вот для L2 регуляризации линия уровня — это просто окруженность 0,0. Окруженность в точке 0,0 с каким-то радиусом, который соответствует своему линии уровня. И смотрите, где истинное значение будет? Это будет, истинное значение будет на пересечении двух линий уровня. То есть так, чтобы первое слагаемое и второе слагаемое были согласованы, плюс на одинаковое значение давали. То есть для L2 регуляризации, так у нас вот здесь кружочек, очень часто будет пересечение где-то на этой прямой. Ну, не обязательно на этой прямой, но где-то там. Если у нас вот здесь окружность, здесь окружность, то решение все будет напрямую. Если у нас здесь какой-то эллипс, это будет некоторая касательная вот этого эллипса, который вот здесь получится, и вот этой окружности. Это будет оптимальная точка для суммы двух. А что происходит с L1-регуляризацией? L1-регуляризация работает для отбора признаков. Почему? Что такое вообще L1-регуляризация? L1-регуляризация – это шарик в пространстве L1. Что такое шарик в пространстве L1? Шарик в пространстве L1 – это ромб. То есть вот здесь будет вот такая, вот это вот шарик в пространстве L1. Если у вас здесь какой-то элиф получается, то с большей долей вероятности он пересечет вот этот вот этот эллипс первого слагаемого линии уровня пересечет окружность или один в пространстве l1 для регуляризации у вершине ромба а что это значит значит парами один из параметров то 0 я хотел это конечно рисовать да я думаю что смогу нарисовать не смог нарисовать к сожалению здесь вот такой вот ромб здесь линия уровня и она будет большей долей вероятности как раз на оси пересекать более-менее понятно и объяснил про линии уровня и почему или регуляция замуляет на пальцах конечно да я на следующем слайд я на следующем семинаре вставлю слайд немножко ужасно отрисованный не буду полагаться на то что я смогу нарисовать здесь на четыре минуты осталось и как раз как-то видите оптимальная гамма то есть у нас решение здесь немножко про лифт ванал напоминания не буду тогда уже про это а сразу к решению ну хорошо немножко напомню лифт ванал нужно тоже подбирать какие-то параметры к примеру например я вот здесь таки гамма должно быть в нашем случае параметр гамма это параметры регуляризации то есть при разных вот видно да что тут разные параметры гамма дают разные значения дублевая какой же выбрать выбрать гамма чтобы в в трубах не знаем вот тем более трейн истинный он где-то под трейн только подтачивается и так далее нам нужно выбрать этот параметр гамма как его выбирать выбирать будем по курс валидации об этом уже костюмин шиславич говорил на лекции там еще есть байсовки по ходу но будем сейчас по курс валидации как это вообще прогресс пусть у нас есть обучающая выборка вот икс трейн ну я писал там икс трейн икс валидация типа но сейчас я ее объединил в одну потому что к фолд и лифтанал сам делит уже трейновую выборку на две части и теста выборка который будем потом в итоге качество менять как это вообще работает с черного ящика мы инвестируем лифтаналт он нам выдает количество моделей которые нужно обучить нашем случае для лифтаналт это мы один откладываем на всех остальных обучаем получаем такое же количество как размер выборки потом мы перебираем разные гамма то есть мы идем по сеточкой grid search мы разные гаммы перебираем наш случай перебираю все гаммы которые там есть и для них считая какой скорл мне даст лифтаналт лифтаналт напоминаю еще раз мы обучаемся на n минус одном объекте и на одном объекте тестируемся и скорл лифтаналта это среднее значение по всем таким валидационным выборкам а в кросс валидации там надо наоборот там он делит не на n минус один один а делит на например на к выборок он берет шафлит всю выборку делит ее на к не пересекающихся под выборок обучается на к минус одной на одной тестируется да я сейчас уже заканчиваю через одну минуту нет записи все будет я щас еще немножко на самом деле тут осталось два слайда я за две минуты даже успею но если не успею информация не будет домашка первую задачу я сказал это с регуляризацией решить аналитические линейную регрессию и вторая задача будет вместо лифтаналт использовать кафолт кросс валидацию все то есть это по домашкам но она есть на сайте даже записано организационных моментов не будет так здесь мы обучили кучу моделей посчитали скорой для каждого вот такого вот выкинула но элемента для каждого элемента когда выкинули n минус один и записываем вот здесь гамма sports то есть для каждого гамма у нас теперь скорость средний значение скорость что дальше мы делаем выбираем лучшие гамма здесь реверс true потому что сортировка от худшего то есть от минимального до максимального мне надо максимальный скорость потому что скорость это не ошибка а на самом деле экрис просто точность ну она тут либо ноль либо один потому что экрис либо угадал либо не угадал вот так получается как выбираем лучшую гамма то есть где у нас лучший средний скор получился после этого мы обучаем уже на всей выборке с с выбранным гамма вот мы обучили и получаем точность на тестовой выборке ну там 80 процентов 77 процентов почему такая маленькая точность сейчас покажу потому что у нас выборка очень хорошая красная это один класс синий это второй класс видно что у нас вот в окрестности этой прямой очень много точек которые шумовые грубо говоря то есть они видите то там то тут то есть вот здесь на конца но об этом опять на 7 садович говорил вот этот вот оступ вот здесь он достаточно большие значения дает а вот здесь очень маленький но еще из-за того что у нас здесь перемешано потому что я например здесь сигма от дубль в транспортированной минус дубль в транспортированной x до значения порядка 0 5 а что это значит значит когда я подбрасываю монетку бернулевская ну почитаю бернулевская величину с вероятностью 0 5 в окрестности вот этой вот прямой истинной я получу либо 0 либо идиниц то есть на самом деле я дубль в хорошо аппроксимировал но выборка заменилили на так что в окрестности этой прямой очень много рандома здесь непонятно что либо 0 либо идиниц потому что когда генерилась выборка она генерилась так случайным образом в окрестном прямом. А вот здесь, где была вероятность 0,001, понятное дело, что почти всегда здесь будут нули. Или там вероятность 0,99, когда я генерил, здесь будет единица. А вот когда вероятность 0,5 привезена, здесь я генерил в окрестности вот эту вот прямую. В принципе, все. На этом семинар заканчивается. Записи семинаров и лекций есть на GitHub. На GitHub. Сейчас, секундочку, я... Вот здесь есть все ссылки. Вот здесь есть плейлист лекций и семинаров. Там пока первая лекция и первый семинар. Вот здесь сегодня через часа полтора выложится вторая лекция, второй семинар. Тут будет всегда актуальная ссылка на конференцию. Я проверил. Вроде бы она не должна меняться, но если что, здесь будет всегда актуально. Я буду проверять. Здесь ссылка на лекции Константин Вячеславовича. Здесь курс по ликбезу, по питомовскому ликбезу. То есть, кому нужно, может посмотреть. Также здесь выкладываются домашки еженедельные. Еженедельные домашки не обязательные. Это как бы дополнительные баллы для кто хочет посмотреть, что-то разобраться. Основными задачами будут две задачи в начале октября и в начале ноября, которые нужно будет решить. Домашнее задание следующую неделю, но опять же не обязательно. То, что я говорил. Используя вероятностную постановку для линейной регрессии с приорным предположением на ВВП получить аналитическое решение и используя метод кросс-валидации вместо lift-one-out. То есть, кросс-валидация имеется в виду кафолт кафолт-валидейшн. Вот здесь вместо lift-one-out посмотреть, что будет, если взять кафолт. Я его даже здесь экспортнул, чтобы вам не думать вот кафолт. Там lift-one-out, здесь кафолт. Посмотреть просто, что будет. В принципе, все. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok